Здравствуйте! Я Марина Романюк и мои коллеги о главных событиях недели расскажем в ближайшие полчаса. Смотрите прямо сейчас. Ковид отступает. В рязанских больницах сокращаются красные зоны. В эпицентре побывала Анна Герцовская. Гранатомет за 10 тысяч рублей. Прискурант Росгвардии при добровольной сдаче стволов узнал Максим Васильев. Тотальная грамотность. Валерий Седов побывал в открывшемся областном центре, который создан, чтобы сохранять чистоту родного языка. Коронавирус отступает. Об этом можно говорить, глядя на то, как сокращаются красные зоны в больницах региона. Скажем, на днях для своих посетителей открылось ревматологическое отделение в Рязанской областной клинической больнице. Теперь оно работает в обычном режиме. Красная зона – это настоящая больница в больнице со своими правилами и нормами взаимодействия с пациентами. Постепенно в нашем регионе такие госпитали для заболевших коронавирусной инфекцией начали сворачиваться. В Рязанской областной клинической больнице уже открылись некоторые отделения, которые временно выделялись под красную зону. Теперь в обычном режиме заработали терапевтические отделения, гастроэнтерологическое отделение, пульмонологическое и ревматологическое. В наш госпиталь по сравнению с пиковыми нагрузками, которые мы испытывали в конце прошлого года, госпитализация сократилась где-то на 30-40%. Это позволило нам оптимизировать коечный фонд и сократить 100 коек ковидного госпиталя в нашей больнице. Во всех отделениях, как и в ревматологическом, была проведена неоднократная дезинфекция всех помещений, обрабатывались медицинские принадлежности и предметы мебели. Последний этап – это генеральная уборка в палатах и коридорах, а также наведение порядка среди лекарств. Сейчас в отделении уже появились первые пациенты. На ковид мы не закрывали пациентов с геноинженерной терапией. Это высокотехнологичная помощь, когда пациент циклически получает определенный препарат, его нельзя приостановить. К нашему счастью, ни один пациент не заболел ковидной инфекцией. Теперь ревматологическое отделение принимает всех пациентов по своему профилю. Доктора рады подобным переменам и тому, что могут продолжить оказывать плановую помощь. Это позволит расширить оказание плановой специализированной медицинской помощи, потому что наша больница в основном была ориентирована на высокотехнологичную помощь, на специализированную помощь. И эти пациенты уже попадут для оказания плановой помощи. В то же время в ОКБ продолжает свою работу госпиталь для заболевших новой коронавирусной инфекцией. На данный момент в красной зоне осталось 330 коек. В то же время доктора не расслабляются. В случае возникновения новой волны коронавирусной инфекции, красную зону вернут в прежние границы. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани открылся первый центр грамотности. Произошло это в рамках девятой международной научно-практической конференции «Тотального диктанта». Что такое центр грамотности и как он будет функционировать, расскажем далее. 4 и 5 февраля гостями библиотеки Горького станут видные российские лингвисты. Член Совета по русскому языку при президенте страны Ольга Рябковец и многие другие. Их пригласили на девятую международную научно-практическую конференцию «Тотального диктанта. Динамические процессы в русском языке». Эти гости у нас из других регионов. Сейчас у нас присутствуют представители 10 регионов. А также сегодня еще будут подъезжать гости. И у нас будут представители всего 18 регионов. И у нас география от Калининграда до Камчатки. Гости будут дискутировать о правилах языка, беседовать о преподавании русского языка как иностранного, обсудят нормы и кодификации. Люди из разных городов поделятся опытом о проведении «Тотального диктанта» и его особенностях. В рамках конференции произошло важное событие для региона. Открылся Центр грамотности в Рязанской области. «Это отдельная самостоятельная площадка в структуре библиотеки, где каждый желающий сможет прийти, потянуть свои знания по русскому языку и литературе. У нас будут групповые индивидуальные занятия, клуб любителей русского языка и много всего интересного. Это первый Центр грамотности в Рязани. Всего будет пять. В дальнейшем будут открываться Центр грамотности в Рязанской области и муниципалитетах». На мероприятии присутствовал и губернатор региона. Он отметил важность Центра грамотности для Рязанской области. «Я уверен, что это будет востребовано и сыграет очень хорошую, позитивную роль в образовании и в саморазвитии наших особенно школьников, студентов и взрослого населения». Работать Центр грамотности будет регулярно, несколько раз в месяц. Записаться может любой читатель библиотеки имени Горького. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Переносной зенитно-ракетный комплекс за 15 тысяч рублей. Гранатомет за 10. Где еще вы найдете такой почти советский прескурант? Ирония в том, что по этим ценам не продают оружие, а покупают. В Росгвардии подвели итоги кампании по добровольной сдаче стволов. Можно ли из этого сделать бизнес, выяснял Максим Васильев. После проверки, если все действительно будет хорошо и данное оружие не зарегистрировано, вы получите денежное поощрение в размере 2 тысяч рублей. Вроде пустячок, а приятно. 3 тысячи за старенький Иш очень даже неплохо. Главное, законно. На самом деле, если ружьем никто уже давно не пользуется, гвозди им забивать, что ли? Мы разбирались на даче, то есть вообще там сарай есть, и давно его никто не использовал, не ходили, грубо говоря, бесхозные практически. Решили разобраться, и среди кучи вещей нашли вот это вот ружье. Причем спросил у всех родственников, то есть никто не знает, откуда. Дача вообще принадлежит дедушке. Дедушка у нас старенький, 86 лет. Я его спросила тоже про оружие, но, конечно же, он уже ничего не помнит. Для таких вот забывашек в Росгвардии есть свой преискурант. Пистолет и револьвер 5 тысяч рублей, винтовка 7. За автомат, пулемет или гранатомет вам полагается 10 тысяч. Вы не поверите, но в списке есть даже переносной зенитно-ракетный комплекс. По табелю его у вас примут за 15 тысяч рублей. Так что, если у кого на участке завалялся, милости просим, говорят в Росгвардии. Главное, что нужно понимать, РОВД это не магазин. Деньги за бесхозное оружие – это стимулирующее поощрение, а не цена. За 2020 год было сдано 17 единиц глубокоствойного оружия, а также один револьвер. Примерно порядка 2,5 тысяч боеприпасов. Выдача денежной компенсации, то бишь денежного поощрения, составила более 100 тысяч рублей. Если вы нашли и у вас хранится незаконно незарегистрированное оружие, было бы очень замечательно. И если бы вы принесли и сдали его, тем самым мы улучшим криминогенную обстановку, которая у нас существует в области. И при этом вы еще получите денежные поощрения в определенном размере. Конечно, сразу возникает вопрос, а как там у них за рубежом? Да так же. Есть и свои курьезы. Как, например, в этом случае по спецпрограмме изъятия незаконного оружия. В США американец принес целый ворох самопалов, скорее всего, собранных им же самим. Одни только надписи на русском чего стоят. А ну, чики-брики и в дамки или чесноков машиностроительный завод. Ну, а чего? Предприимчиво выручил 400 долларов. У нас бы получил, наверное, срок за изготовление. Бесхозные же винтовки по-прежнему в законе. Но делать из этого бизнес удовольствие не из приятных. Максим Васильев при содействии Пресс-службы управления Росгвардии Паризанской области. Алкоголь. Снова главный герой истории об убийстве. Январь наступившего года вообще запомнится следователем как месяц, где за два дня произошли два очень похожих по сценарию убийства. В обоих случаях убийцы были пьяны, и метод расправы выбрали одинаковый. 7 января следователи осматривали место преступления после пьяной ссоры на улице, а уже 8 в квартире поступил вызов тела с ножевыми ранениями. 8 января 2021 года из дежурной части одного из ОМВД России, обслуживающего город Рязань, поступило сообщение по факту обнаружения в одной из квартир трупа мужчины с насильственными признаками смерти. Следовательная оперативная группа по данному факту выехала на место происшествия. Эти кадры с места убийства можно показывать, только скрывая подозреваемого. Преступление недавнее, дело еще не передано в суд. Однако почти все обстоятельства уже известны. 8 января компания друзей выпивала на кухне. Алкоголец стал причиной ссоры. На словах решить все не получилось, и в дело пошли кулаки. Избитый решил свою честь восстановить с помощью ножа. Он ударил мужчину несколько раз. После взял того за ноги и отнес в коридор. Причину своего поступка не объяснил. Нож убийца помыл на кухне и спрятал в зале. В ходе осмотра места происшествия оперуполномоченными сотрудниками следствия были обнаружены предметы и следы, помогающие извлечить лицо, совершившее преступление. В указанный же день было задержано лицо, причастное к совершению преступления. В последующем судом была избрана в отношении данного гражданина мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент следствие находится в завершающей стадии расследования. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С криминальной тематики не уходим. В Рязани полицейские поймали с поличным очередного закладчика. Сотрудники отдельного батальона ППС прямо на маршруте патрулирования задержали 23-летнего мужчину, который на поверку оказался курьером теневого интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков. Имеется ли принятие запрещено к свободному обороту приметы, вещества, оружие, наркотики, боеприпасы? Имеется ли? Где, что? С какой целью? Здесь находятся упакованные так называемые закладки. Если он хотел привлечь к себе внимание, он это сделал. Сотрудники ППС, наверное, очень удивились, когда увидели, как вел себя этот парень. Фотографировал и осматривал подъезды близлежащих домов, абсолютно никого не стесняясь. Для полицейских такое поведение – уже открытая книга. Так ведут себя закладчики. В итоге, что называется, взяли с поличным. В одежде 23-летнего жителя Рязани противники обнаружили 16 свертков с наркотиками общей массой 8 граммов. В дальнейшем полицейские установили, что злоумышленник уже успел разместить в импровизированных тайниках три свертка с наркотиком. Закладки также изъяли. Электронные весы, упаковочные материалы. А еще клятвенное обещание, что его заставили и в бизнесе всего два дня. Впрочем, убеждать в этом он будет уже суд, который по 228-й статье может назначить ему наказание до 15 лет колонии. Максим Васильев, телекомпания «Город». Среди главных тем недели также криминал. Информация о маньяке, якобы терроризирующем московский район Рязани, буквально взорвала соцсети. Нападение на женщин, а их было два, носили явно сексуальный подтекст. И вот, по нашей информации, злоумышленник был пойман и задержали его совсем юный парень с девушкой. О том, что в Рязани объявился маньяк-эксгибиционист, информагентство и паблики в соцсетях, заявляли осторожно. Вдруг ошибка. Сначала его видели возле школы номер 61, потом 60. Егор Абрамов и Татьяна Вашланова эти сообщения читали, поэтому, как только услышали крики, не раздумывая, бросились на помощь. Это случилось вечером 17 января возле 53-й школы московского района Рязани. По словам Егора, вначале они увидели голосячую женщину и убегающего во дворы мужчину. Шел, гулял с Татьяной, около магнита уже шли домой и слышим, как кричит женщина около школы. Типа, помогите, на меня напали, маньяк. И получается, я сразу вижу, как они бегут через дорогу уже. Я отдаю пакет Тане и побежал сразу за ним. Он забежал во двор, там я его, получается, догнал, отдернул за куртку. Егору всего 16, но он профессионально занимается баскетболом, поэтому догнать убегающего, по его словам, особого труда не составило. Внешне задержанный подходил под описание в соцсетях. Тот ли это самый человек, должны были зафиксировать в полиции. Мы как раз в этот день все читали, и по описанию был похож. И мы почему-то подумали, что это тот сам, который был около других школ. Какое описание было? Черная куртка, шапка, только еще около других школ он был в маске. И какие-то джинсы, что ли. Несмотря на приезд, по словам Егора, большого количества силовиков, в полиции факт ареста нам не подтвердили, но и не опровергли. Возможно, потому, что слово «маньяк» у жителей Рязани может вызвать панику. Есть только сухая информация о том, что задержан молодой человек 97-го года рождения. Тот ли это самый, кого, по словам Егора, он остановил в подворотне, в МВД тоже не говорят. Не исключено, что проверяют на причастность к другим делам. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Три года назад в Рязани произошло заказное убийство. По версии следствия, один из бизнесменов решил избавиться от своего компаньона. Это все случилось в самом центре города. На данный момент выявлен организатор преступления, а исполнителю утверждено обвинительное заключение. Убийство рязанского бизнесмена Александра Заварзина произошло 12 февраля 2018 года, рядом с домом 10, корпус 3, расположенном на улице Синная. Там он проживал. Тогда нападавший нанес бизнесмену несколько ударов ножом. От полученных травм Заварзин скончался в одной из рязанских больниц. Изначально версий было много, от бытового конфликта до каких-то личных мотивов. По версии следствия, один из участников коммерческой организации в целях незаконного материального обогащения и освобождения от денежных долгов решил реорганизовать убийство своего компаньона, другого участника данной коммерческой организации. В качестве исполнителя данного преступления за вознаграждение в виде высокооплачиваемой должности привлечен гражданин страны ближнего зарубежья. В октябре 2018 года исполнитель преступления был задержан на территории Польши и в дальнейшем был выдан правоохранительным органом нашей страны. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение было утверждено в прокуратуре Рязанской области. 48-летний иностранный гражданин обвиняется по 105-й статье «Убийство по найму». Теперь ему грозит срок от 8 лет заключения до пожизненного. В то же время в сентябре прошлого года материалы уголовного дела в отношении организатора преступления были направлены в суд. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В среду 3 февраля в точке кипения в Рязани прошел круглый стол, на котором обсуждалась проблема дорог. Для обсуждения собрались представители регионального правительства, администрации города, автомобилисты, активисты велодвижения, общественники, а также заинтересованные и неравнодушные горожане. Автомобильные дороги – одна из самых остро стоящих тем городского пространства. Меры для решения связанных с дорогами вопросов предпринимаются разные, в том числе подобные встречи с жителями города. На круглом столе обсуждались разные темы. Говорилось о передаче окружной в собственность области и о ее капитальном ремонте, о строительстве дорог в отдаленных районах Рязани, о содержании тротуаров и ямочном ремонте. У нас работают две бригады практически круглосуточно, которые выезжают по жалобам жителей и заделывают ям. Действительно проблема эта очень ощутимая, ям много. Если есть жалобы, жители могут набирать даже службу 112, моментально доводиться до дирекции благоустройства. Глава администрации Елена Сорокина в своей речи признала, что проблема с дорогами в городе действительно существует. Вместе с тем она отметила, что появилась эта проблема не сегодня. Над ее решением администрация работает вместе с правительством Рязанской области. В ходе беседы с общественностью мэр города обозначил и необходимость диалога власти с людьми. Нам действительно важно ваше мнение. Нам действительно важен ваш совет, ваши подходы, которые вам кажутся главными. Проблема дорог существует сегодня в городе Рязани. Она существовала вчера и позавчера. Мы признаем эту проблему. Мы работаем над ее решением. Люди задавали различные вопросы, но все они так или иначе были связаны с развитием и реконструкцией дорожной сети города. Знаете, вопросов по дорогам многому. Хотелось бы много задать вопросов администрации и услышать от них позитив по дорогам. Потому что частный сектор, сами знаете, у нас как-то получается на окраине чуть-чуть. И приходится очень часто вызывать дорожные службы и почистить, и яму залатать. Диалог власти и людей получился серьезным и конструктивным. Некоторых представителей общественности в ходе обсуждения пригласили в общественный совет. Ведь, по мнению главы города, привлечение представителей общественности к разным этапам ремонта и строительства дорог, начиная от проектирования до наблюдения во время производства работы приемки, позволит скорее достичь общей цели. Сделать так, чтобы в городе были хорошие дороги, удобные для всех участников дорожного движения. Банк России подготовил необычную фотовыставку под названием «Монеты славы». Здесь представлены памятные монеты, посвященные как событиям отечественного спорта, так и самим спортсменам. На этой неделе выставка открылась в библиотеке Горького. На памятной серебряной монете с изображением известной советской лыжницы Галины Кулаковой выгравированы самые мелкие детали – складки одежды, пряди волос и даже символика страны. Художник проделал сложную и кропотливую работу, в результате которой и получилась красивая и дорогостоящая монета со спортсменкой. И это только одна работа на фотовыставке под названием «Монеты славы». Здесь представлены наиболее значимые и интересные монеты о спортсменах, спортивных достижениях и значимых спортивных событиях России, начиная даже с Российской империи и до настоящего времени. Первая памятная монета была выпущена в 1980 году и посвящена она Олимпиаде 80. С тех пор таких монет стало больше. Делают их из золота, серебра, а также медно-никелевого сплава. На крупном фотопанно можно рассмотреть мельчайшие детали мелкой пластики – работу художников, которые трудились над их созданием. Наиболее известна монета юбилейная, которая выпущена в 2014 году. Она была приурочена к Олимпиаде зимних видов спорта в Сочи. Эта монета выпущена уже с уникальным видом лазерной шлифовки и имеет в своем создании все современные технологии создания монетного медальерного искусства. Всего в России было выпущено 200 памятных монет. Для фотовыставки отобрали самые красивые. Сама экспозиция будет работать до конца февраля в библиотеке имени Горького. А это новость для всех любителей лыжного спорта. Лыжня России состоится. Пройдет она 13 февраля. Управление по физической культуре и массовому спорту приглашает рязанцев на главный старт, который будет дан в 12 часов на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз». Регистрация начнется 10 февраля, но можно будет внести свое имя в списки и непосредственно на месте старта. Заранее, разумеется. Важный нюанс. Помимо стандартного набора документов, необходимо будет принести полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, а также, внимание, медицинский допуск, то есть результат анализа на COVID-19 с результатами не ранее трех календарных дней. Участники гонки смогут также пройти тестирование норматива ГТО по виду лыжной гонки. Доставка участников соревнований из Рязани к месту центрального старта будет автобусами с площади Театральная с 9 часов до 11 часов. Всех участников ждет сувенирная продукция – шапочка, нагрудный номер или номер майка. На этом у меня все. Больше новостей смотрите на сайте, телекомпании и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова